Это случилось ровно 40 лет назад, но подробности трагедии всплывают только сейчас. Долгое время информация была засекречена. В 1973 году четверо советских юношей, вооружившись ружьями и ножами, попытались угнать пассажирский самолет Як-40. Операция по освобождению воздушного судна силами обычной милиции сразу вошла во все мировые учебники по антитеррору. Но имена героев стали известны лишь в начале 2000-х. Почему в Советском Союзе так долго скрывали эту кровавую историю? И что могло заставить вчерашних школьников пойти на столь чудовищное преступление? Ноябрь 1973 года. Москва. До 7 ноября главного политического праздника Советского Союза остается 5 дней. Сообщение о захвате Як-40 с пассажирами на борту прозвучало как гром среди ясного неба. И тут вдруг вот такое ЧП. Причем думали, что это терроризм. Думали, что вот эти 4 человека, а ведь сначала было сказано, что это террористы, угнали самолет Як-40. Полтора миллиона долларов. И немедленно. Таково было требование террористов. В противном случае они начнут расстреливать заложников. И на тот момент, когда такая информация дошла до председателя КГБ, естественно, все структуры были подняты. Почему схватились и Андропов за голову, и Щелоков, министром. Ведь, опять же, вот в ноябре 73-го года не было еще спецназа. Не было ни Альфы, ни ВМП. Вообще не было. У милицейской группы захвата не было четких инструкций, как действовать в подобной ситуации. Не было известно ничего и о захватчиках. Это уже позднее выяснится, что преступники были вчерашними школьниками. Младшему едва исполнилось 16. Ну, 16 лет. Что они могут знать? Один в ПТУ, второй в школе. Они даже на деле не сажалетних, на учете, не стояли. То есть у них не было такой хулиганской направленности. Что заставило молодых людей, у которых, что называется, вся жизнь впереди, взять в руки оружие? И как им удалось пронести его на борт самолета? Чингачгук – большой змей. Ациола, Апачи. Популярность фильмов про индейцев в конце 60-х, первой половине 70-х годов была сравнима разве что с Тарзаноманией 50-х. Детвора всей страны играла именно в индейцев. Так что нет ничего удивительного, что юные террористы выбрали Америку как конечную точку своего кровавого маршрута. Они так же, как и все мальчишки Советского Союза, бредили диким западом и вольной жизнью американских индейцев. О том, что бледнолицей угнетают гордых индейцев, будущие несовершеннолетние террористы знали из советских газет и художественных фильмов. Популярный югославский актер Гойко Митич стал тогда для миллионов мальчишек символом борьбы за свободу и примером для подражания. Фильм своего участия побеждает всегда добро. Бедные, обездольные индейцы всегда побеждали, а белые, нехорошие люди всегда были в проигрыше. Эти фильмы были очень популярны в СССР. Гойко Митич, он такого благородного индейца изображал. И там были индейцы, американцы. Простые советские ребята жили в одном из дворов на Ленинском проспекте в Москве. Их будущему вождю Виктору Романову на тот момент исполнилось 20 лет. Виктор Романов, мы знаем, у него нормальная рабочая семья. Отец на заводе инженер, мать продавщица в магазине. То есть это обычная советская семья. Романов был страстно увлечен запрещенной тогда в СССР музыкой. Музыкой протеста, свободы, независимости. Дворовый товарищ Романова Владимир Жалмин полностью разделял интересы и протестное настроение Виктора. Вместе они тайком слушали любимые хиты и мечтали о далекой Америке. Просачивались же всякие сведения о том, как замечательно устроено все на Западе. Я не знаю, в тот момент, вот еще в советское время, не знаю ни одного мальчишки, который не хотел бы оказаться на Западе. Романов и Жалмин прекрасно понимали, какое будущее их ждет. Техникум, служба в армии, работа у станка. Все по заранее приготовленному государством сценарию. Но такая перспектива их не устраивала. По крайней мере, вождь Романов в этом честно не раз признавался. Он просто хотел вырваться вот из этого рабочей среды, нищей рабочей среды, с тем, чтобы иметь возможность покупать тластинки. Я хочу смотреть передачи про рок-н-ролл. Я хочу участвовать в концертах. У него любимая группа джаз-бенд вот эта была, да, американская. Возможно, мечта так и осталась бы мечтой. Не попадись ребятам на глаза, одна газетная заметка. Простой рабочий авиазавод Петров предпринял попытку угона самолета. Он действительно его угнал. Угнал в Турцию. Из Турции его переправили в спецслужбы, в Швецию. И несмотря на то, что он был просто обычный рабочий человек, вот как раз статус пролетариата, рабочего человека, дал Петрову возможность найти политическое убежище. Самолеты пассажиров турецкие власти вскоре вернули обратно в Советский Союз. А террористы Петрова признали жертвой коммунистического режима и предоставили ему политическое убежище. Сегодня уже нет сомнений. Парни с Ленинского восприняли информацию об этом успешном угоне как руководство к действию. Как шанс на ту сладкую жизнь за железным занавесом, о которой можно только мечтать. Но угнать самолет вдвоем – непосильная задача. Нужны были сообщники. Жалнин предложил Романову взять в подельники двух своих однокурсников – Петра Бондарева и Александра Никифорова. Что их объединяло? Ну, возраст, конечно. А возраст, он, значит, объединяет в чем? Интересы. Но главное – мечта. Мечта – это то, что есть такая райская земля, место, где лучше, чем в Советском Союзе. Петр Бондарев, как и другие его сверстники, увлекался западной культурой. Правда, больше его интересовала не музыка, а стиль одежды. Петр, один из первых в техникуме, пришел на занятия в модных американских брюках – джинсы. Джинсы – это как бы критерии благосостояния. То есть каким-то способом достал человека, который он молодец. Четвертый участник будущей банды – Александр Никифоров – меньше всего подходил на роль террориста. В группе он имел репутацию самого незаметного. И однокурсники дали ему обидное прозвище «Мышь». Он был очень незаметный. Настолько незаметный, что мы даже не могли определить, был он сегодня на занятиях или не был. Однако угнать самолет Саша согласился без колебаний. Может быть, еще и потому, что очень хотел доказать всем, чего он стоит. Никакой он не мышонок, а настоящий борец. Такой же, как его любимый киноактер Гойко Митич. Саша искренне верил, что, достигнув берегов Америки, он примкнет к гордым индейцам и сможет вместе с ними вести борьбу за справедливость. Юные террористы приступили к подготовке. Романов смог достать охотничье ружье и сделал из него обрез. Еще два ружья пообещал принести Бондарев в день захвата. Оставалось только пронести оружие на борт. Чтобы понять, как, решили организовать наблюдение за работой служб безопасности аэропорта. Они очень тщательно готовились, смотрели, как ведет себя работник милиции, почему он останавливает и досматривает, почему других пропускает. Самолет Як-40 рейса Москва-Брянск отправлялся из подмосковного аэропорта Быково. Системы безопасности здесь практически отсутствовало. Дежурные милиционеры не обратили на четырех юношей никакого внимания. Именно этот фактор, беспрепятственный пронос оружия на борт, стал решающим. Разобранные на части и завернутые в газетку охотничьи ружья, юноши оставили в багажном отделении. В Як-40 оно находится в задней части салона. Пассажиры заняли свои места. В 10.45 самолет поднялся в воздух и взял курс на Брянск. Владимир Гапоненко был одним из пассажиров того злополучного рейса. Сели, все нормально так. Жена с дочкой сидели на третьем ряду сидений справа. Вот я за ними на четвертом ряду, и полет проходил нормально. Первые 40 минут рейс проходил как обычно. Ребята переговаривались между собой и никак не могли решиться действовать. Вот-вот самолет должен начать снижение. И тут Романов решил – пора. По его указанию, Бондарев забрал из багажного отделения ружья, собрал и зарядил их. Вижу передо мной у кабины, до кабины-то всего 3 метра, стоит высокий парень, метр 78. Это оказался главарь Романов. У него под мышкой двустволка. Командиром экипажа самолета Як-40 был Иван Кашин. Когда началось нападение, бортмеханик закрыл дверь. И когда они вывели замки, главарь стоял с обрезом на нас направленным. В первые же секунды захвата был тяжело ранен бортмеханик Никитин. Рискуя жизнью, он вытолкнул одного из преступников из кабины. Вышел в салон и схватился за два ружья. Третий в него стреляет. Стреляет в живот. Происходящее на борту всех буквально парализовало. Но один смельчак все-таки нашелся. Владимир Гапоненко. Он бросился на одного из террористов, Бондарева. Однако преступнику удалось вырваться. В этот момент прогремел выстрел. Этот Романов трикнул перед моим броском «Сиди, убью!» И выстрелил. Попал мне, значит, в плечо. Неожиданно для всех новоявленный вождь террористов Романов потребовал развернуть самолет и лететь обратно в Москву. Романов там истошно орет. Набираю высоту, поворачиваю обратно, или открываю огонь по пассажирам и по пензобакам. Самолет с перепуганными до смерти пассажирами и истекающими кровью Никитином и Гапоненко снова берет курс на Москву. Тут не выдержала жена Владимира. Она встала с места и попыталась пройти к раненым. Бондарев осадил ее криком «Сиди, убью!» и ствол двустволки ей ткнул в грудь. И у нее осталось два отпечатка круглых от стволов. Типа удара было. «Сиди, убью!» Ну, я упала в кресло, заплакала. Ребенок спрашивает, кто нас будет убивать? Этот дядя или этот? Я говорю, не беспокойся, Лариса. Они шутят. Они играют в войну. Через час захваченный самолет приземлился в московском аэропорту Внуково. На связь с террористами вышел личный министр внутренних дел Николай Щелоков. Ему преступники вновь озвучили свои требования. Полтора миллиона долларов, дозаправка топлива, перелет в Ленинград, а оттуда за границу. Они планировали улететь в Америку, освобождать индейцев от порабощения. Своих стреляют, а индейцев летели освобождать. В те дни в Москве как раз закончился Всемирный конгресс миролюбивых сил. В Муре дежурила специальная группа захвата, состоящая из спортсменов-милиционеров из разных отделений милиции. Именно их и решено было задействовать для штурма самолета. Мы, значит, подошли с хвоста самолета, подошли к нему сзади, под брюхо, ну и сидели, ждали товарища, который должен был привезти нам выкуп. Время шло, мы там в касках были, самолет не очень высокий, внизу сидели, ну и кто-то там каской стукнул о фюзеляж или о корпус самолета. Преступники решили, что это стучится человек, который принес выкуп за заложников и приоткрыли люк. И в это время я пропихнул багор. И вот же мгновение раздались два выстрела. Одна пуля попала мне в каску, такое было ощущение, как будто у меня голова отлетела. Но все равно я его правой рукой держал за багор, и, значит, ушел я под фюзеляж. И оттуда началась бесприводная стрельба. Группа захвата бросила шашку со слезоточивым газом и химпакет. В салон-то загорелось ярким пламенем, дым сразу, так, и шум, и дым. Она ярко так это полыхала, заполыхала. В салоне началась паника. Пассажиры, не разбирая дороги, кинулись к единственной открытой двери. И стали прыгать, кто как может, там высота-то была там около двух метров, на асфальтах стали разбегаться все. Оперативники тоже собирали. Романов понял, что его план провалился. Как раз рядом встал с третьим креслом, где сидела моя жена с дочерью, так, вот, и заорал Желнину. Ну, Володя, я кончаю с собой. Тут обожди, не надо, обожди. Нет, я кончаю с собой. Я не хочу, чтобы эти гады меня убили. Лидия лежала на полу, закрывая с собой ребенка. Труп Романова с разможденным черепом упал прямо на нее. Так как убийца повалился на меня, а подо мной лежал ребенок, я никак не могла выкарабкаться из-под него. Я подняла ребенка на руки, а через меня шагали люди. Я просила, люди, возьмите ребенка. Но все перепрыгивали через меня. Никто не взял ребенка. Лидия Гапоненко с маленькой Ларисой на руках покинули самолет последними. Отец семейства Владимир в это время уже ехал на скорой в больницу. Только на следующий день, знаешь, мне сказали о том, что жена и дочь мои живы. 96 пулевых пробоин на обшивке захваченного самолета насчитали позднее сотрудники милиции. Они уверены, только благодаря счастливой случайности все заложники остались живы. Из преступников уцелели только двое. Владимир Жалнин и Петр Бондарев. Жалнин продолжал стрелять почти до последнего. Бондарев то же самое, пока группа захвата не ворвалась. Владимир Жалнин был приговорен судом к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Петра Бондарева признали невменяемым и поместили в закрытую психиатрическую клинику. Журналист и историк Валерий Малеванный уверен, в те годы все молодежные протесты были навязаны западными спецслужбами. С единственной целью расшатать советскую систему изнутри. Ведь именно на застойные 70-е годы пришелся пик холодной войны. Противостояние спецслужб двух сверхдержав. Наносишь удары противнику с точки зрения идеологии, то есть из тяжелых идеологических орудий. Это насчет СМИ, радиотелевидение и в большей степени кинематограф. Они снимали про нас фильмы, причем больше. У них антисоветских фильмов гораздо больше в Америке. В свою очередь, советская пропаганда яростно формировала в умах молодежи облик врага в лице западных капиталистов. А пацаны оказались заложниками как раз вот этих игр больших дядек. И эти большие дядьки, один с индейцами, с жаз-роком, второй с антиамериканской дубинкой. Этот случай стал серьезным ударом по авторитету силовых структур Советского Союза. Ни милиция, ни КГБ не знали ровным счетом ничего о подготовке теракта. Люди запасаются оружием, три обреза, то есть конкретно идут на тихщайшее уголовное преступление. И ничто их не может остановить, по сути, потому что они же довели до конца это дело. Они угнали самолет, они начали стрелять в салоне самолета. Это должно было стать серьезным звонком для советских властей. Для спецназа вскоре действительно нашлась работа. После этого происшествия, до конца 70-х, в СССР было как минимум 6 попыток вооруженного захвата пассажирских самолетов. Да и в дальнейшем регулярно находились те, кто был готов рискнуть своей и чужой жизнью. Но многое, если не все, изменилось после 11 сентября 2001 года. Сегодня меры безопасности на воздушных судах самые жесткие за всю историю гражданской авиации. Значит ли это, что извечное противостояние щита и меча в этом случае завершилось в пользу первого? Хорошо, если бы это оказалось действительно так. И еще важная информация. У нашего агентства появился свой сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно.